Всем доброго вечера. Поставьте, пожалуйста, в чате плюсики, как меня слышно. Без хрипения, без журчания, без всего, да? Отлично. Итак, я вас приветствую сегодняшним вечером. Желаю вам провести его позитивно, получить новую интересную информацию, но и в конце вас ждет очень мощная медитация. Итак, наша тема сегодняшней, сегодняшней нашей беседе – это слова. И, как сказал однажды Паула Куэлья, из всех видов разрушительного оружия, которые способны придумать вообще человек, самое ужасное, самое сильное – это слово. И кинжалы, и копья оставляют следы крови. Стрелы, они видны на расстоянии, когда они в нас летят. Яд можно вовремя обнаружить и избежать смерти. А вот слово же оно разрушает незаметно. И да, действительно, ничто так не ранит нас, как неосторожно сказанное кем-то однажды слово. Причем с точки зрения психологии, опять-таки, слово может не только ранить, оно может создать некий якорь, некий маячок, некую ту самую нейронную связь, которая будет практически всю жизнь являться тем якорем, который будет тянуть нас назад. Это некая программа, сквозь которую вы будете смотреть на какие-то вещи жизненные. И будете видеть не то, что на самом деле. Слово оно может спасти, но оно может даже убить человека. В чем же вообще сущность силы слова? Давайте в этом мы сегодня с вами и разберемся. Не только в этом. Вначале давайте осмотримся в мире слов, поймем, что происходит с нами, когда мы слышим или произносим слова. Вся наша жизнь, развитие культуры, развитие науки, религии, духовности, недуховности, все это стало возможным только с развитием речи. Вот нельзя же, вот не зря же, да, величайшая книга всех времен, Библия, она начинается с ключевой мысли, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Слова вообще соединяют века, они соединяют наши сердца. При помощи слов мы создаем с вами будущее. Есть в очень, не очень, но в далекой Африке есть такое удивительное племя Дагоны. Это племя, оно сильно отличается от всех африканцев. Они красивые, они выше ростом. И это люди, которые верят в свое космическое прошлое. То есть они считают, что их предки пришли на Землю со звезды Сириус, со звездия Большого Пса. И самое поразительное, что еще за тысячу лет до Коперника они знали устройство Вселенной. Это уже доказано учеными, найдены были артефакты древности, которые это доказывают. Так вот, у этих мудрых людей есть одно очень интересное поверье. Они очень искренне считают, что мир будет существовать только до тех пор, пока люди ведут разговор. Чтобы подтвердить вот эту глубину, вот этой мысли, просто сейчас на секундочку представьте. Вот представьте себе такую картину, что все люди на планете Земля замолчали. Вот мысленно им заклеили пластырь или вообще у нас просто исчез рот с лица. То есть нам нечем говорить. Наступило полное молчание. Но по сути это конец жизни, потому что закроются школы, университеты, рухнет производство, мы не сможем общаться и рассказывать, что, как и делать. Вот сельское хозяйство. Да в принципе разрушится вся цивилизация. Вот это простой пример такой, да, вот визуализация. Он доказывает, что базой нашего сегодняшнего с вами существования, нашей жизни, наших достижений, наших несчастьй в том числе, да, является слово. Вот сколько людей... Скажите, вот кто из вас признавался, что мысли... Или признаётся сам себе, что мысли, они материальны? Поставьте, пожалуйста, пятёрочки. Кто из вас согласен с тем, что все мысли материальны? Да, отлично. Так вот, все мы это знаем, но многие никак не используют это в своём ежедневном опыте. Но ещё больше, знаете, парадоксален тот факт, что многие из нас несерьёзно относятся к словам, которые ежедневно употребляют. А между тем мы с вами творим наш опыт, и нас самих на четырёх уровнях одновременно... То есть это действия, это мысли, состояние и слова. Вот нашу материальность, которую мы творим, как раз-таки вот эти четыре фактора, четыре уровня окрашивают эту реальность. Причём окрашивают в те краски, которые мы сами мыслим, мы сами делаем, мы сами сотворяем и проговариваем. Наши слова – это послание жизни, ну или послание смерти. Это только нам решает. И не только послание жизни нам лично, а послание жизни или смерти и окружающим людям. Мы можем взять любое слово и вложить в него любовь. Мы можем вложить в него помощь, вложить в это слово дружественное отношение. И это вызовет соответствующее чувство в том, кому обращено это слово. Мы также можем взять то же самое слово и вложить в него ненависть, вложить в него ревность, зависть, бросить его, знаете, как со злобой. Ух, какая ты помолодевшая! Или какая ты помолодевшая! Звучит по-разному. И в подсознании собеседника рождается либо противодействие какое-то, либо то, что мы в него вкладываем. Любовь или ревность, ненависть или зависть, или наоборот восхищение. Какие бывают категории слов? Есть слова убийцы, которые действительно убивают положительную энергетику вокруг нас. И противоположные, то есть это две противоположные категории слова радости. Что такое слово убийцы? Это отравленные стрелы, которые застревают в сердце. Например, слова бедность, одиночество, страх, болезнь, слабость, тревога. Да вы можете много таких слов найти в своем лексиконе. И вторая категория – это слова радости, это счастье, здоровье, это победа, стремление, движение. И одна замена слов в своей лексике уже меняет оттенки вашего внутреннего состояния. И для опытного мага – это действительно серьезный инструмент в работе по раскрашиванию собственной жизни. Вот как вы ее раскрасите с утра, как проснулись, такая она у вас и будет. Сила слова в действии, в чем она заключается? Если вы научитесь следить за своей речью, то есть вы научитесь управлять своими словами, вы просто сможете управлять своей жизнью. Что для этого нужно сделать? Я хочу вам дать сегодня первое ваше домашнее задание. И потом, чтобы вы отписались также в чате. Вот те, как девчонки, кто сделаете, просто будет супер. Начните с создания своего нового словаря позитивных, светлых слов. То есть возьмите какую-нибудь тетрадочку и записывайте все самые мыслимые, немыслимые, яркие, сочные такие, позитивные слова, которые придут вам в голову. Каждый день пополняйте вот этот вот словарик свой. И вот эти слова не приведут вас и к богатству, и к счастью, и к успеху. В этом уже убедились тысячи людей, кто проделал такую практику. Это самая простая практика. Я предлагаю даже, знаете, как сделать? Вот сейчас лето, многие из вас собираются ехать путешествовать куда-то. Не важно, отдыхать, путешествовать, на дачу, ну, предстоят какие-то поездки. Поставьте плюсики, кто собирается куда-нибудь поехать. На дачу, на море, в другой город, к родственникам, еще куда-то. Кто из вас здесь присутствующих, куда-нибудь поедет? Так вот, смотрите, те, кто завтра напишет первым пять позитивнейших слов в чате, я сделаю расклад рунический на вашу поездку. То есть отвечу на два вопроса. Как пройдет ваша поездка, и стоит вам туда ехать или не стоит? Как вам такое предложение? Всего лишь за выполнение такого маленького домашнего задания. Так вот, еще приведу такой простой пример. Если вы ведете машину и повернули руль вправо, почему машина должна ехать влево? То есть она обязательно поедет вправо. Об этом знают все водители. Слова, которые мы произносим и слышим, это и есть руль нашего автомобиля под названием «Жизнь». Если мы часто слышим или произносим слова убийцы, там болезнь, бедность, неудача, боль, мы же поворачиваем руль своего автомобиля прямо в ад, можно так сказать. Как мы можем оказаться среди богатых, счастливых, жизнерадостных людей, если слова наши, которые нас окружают, они негативны? Знаете, есть еще такая статистика, доказанная учеными. Мат, который вы слышите, а иногда и проговариваете, это с позиции ученых. Вот несколько матерных слов разрушают ваш организм на уровне физики, практически если бы вы находились в эпицентре ядерного взрыва. То есть вот такое вот негативное воздействие несут эти слова. Поэтому у нас, Женя, есть такая штука интересная. Если вдруг где-то мы услышали такое нехорошее слово, бранное слово, да, бранное слово, это значит, вообще бранное, это значит на поле брани, воевать, да, с кем-то. Так вот просто произносите, либо стерло-стерло-стерло, то есть стерло из пространства, стерло из своего ареала обитания, да. Ух ты, как у нас дети на улице кричат. Так вот, стерло-стерло-стерло, значит убрало из пространства вообще слышание этого слова. Либо абара-абара, есть такое прикольное. У меня даже внуки мои уже научились. То есть приходят и говорят, бабушка, вот так и так вот абара-абара, абара-абара, то есть произносит вот это слово, оно в переводе тоже означает стерло-стерло, уничтожило информацию. То есть информация не пошла. Даём следом вот это вот информ... ну, вот это вот программирование, что мы стираем эти слова. Итак, в принципе, вот такая картина маслом вырисовывается. Представьте себе, что человек хочет измениться, даже начинает что-то делать, но вот вспомните себя на избитый вопрос, как дела, как вы отвечаете. Вот в лучшем случае, когда вам задают кто-то там, стучится в скайп, или, не знаю, партнёры ваши, или там кто-то из домашних задаёт вопрос, как дела? Ну, нормально. Ну, или там, отстань от меня, что ты мне задаёшь постоянно этот вопрос? Так вот, здесь уже как бы в этом ответе есть маленький негатив. То есть вы как бы уже программируете, что вроде бы как-то всё не так, да? Так вот, такой человек далеко не уедет, потому что всё зависит от нас самих. Либо, если отвечать тогда, то мы будем очень-очень долгими темпами двигаться к нашему успеху, к богатству, изобилию. Сегодня – это то, что ты делал и думал вчера, а завтра – это то, что ты думаешь и делаешь сегодня. Так вот, если вы хотите, чтобы завтра ваши дела были на отлично, на превосходно, на восхитительно, на прекрасно, да, нужно начинать это делать сегодня. Вот просто проведите такой маленький эксперимент. Начните отвечать на вопрос, как дела по-новому. Отлично там, великолепно. И так далее. Сами выберите себе из своего уже словарика, который вы начнёте писать, какое-нибудь позитивное слово. И всегда маленький секрет добавляйте. И хотелось бы ещё лучше. Во-первых, вы сразу заметите, что при таком ответе уже нужно… Да, Женя, ну ты прямо вот за мной, да, следуешь. Во-первых, захочется плечи расправить, да? Подбородок поднять. Просто чисто интуитивно. Поначалу будет непривычно. И людям, точно, так здорово говорить, люди, которые вас окружают, они, знаете, немножко будут впадать в ступор, потому что иногда наше окружение, оно ждёт, что мы сейчас начнём плакаться в очередной раз, что мы начнём говорить, да вот как-то не так, да вот что-то вот не особо. Поразите всех, скажите, блин, да у меня всё супер. Ну, хотелось бы лучше. Вы тем самым запускаете программу в пространство. Вы тем самым выражаете благодарность даже за то, что у вас сейчас есть. Понимаете? Но просите, хотелось бы, конечно, лучше. Так вот, завтра на вопрос «Как дела?» вы, как ни в чём не бывало, ответьте «Великолепно!» И хочется ещё лучше. И вы посмотрите, как начнёт меняться ваша жизнь. Если вы будете проделывать вот это вот на протяжении месяца, вы просто вот реально увидите, как люди начнут к вам относиться по-другому. Кто-то просто перестанет вообще этот вопрос задавать. Вот. Кто из вас хотел бы вообще научиться говорить правильные слова? Поставьте плюсики. Вот слова, которые помогут вам магическим образом поменять вашу жизнь. Ну и что, Люба? Ну и что, что так не бывает? Это в его реальности, в его иллюзии так не бывает. А в твоей реальности, в твоей жизни это так и есть. Запомните, магия строится, вообще любая магия на вере в первую очередь. Вот. Умничка. Обращу ваше внимание, что уже есть ряд исследований, которые точно указывают на первую причину наших проблем и неудач. Я уже говорила, что слова, которые мы слышим, это не просто буквы, это образы. И механизм воздействия слов на наше сознание похож на стрельбу из пистолета. То есть стрелок, человек, который вам что-то говорит, он нажимает курок, и сразу же летит пуля, то есть звучит выстрел. Вот так же и со словами. Произнесли слово или услышали слово, нажали на курок, бах, и в сознании происходит выстрел, то есть возникает образ, картинка. Давайте сейчас проверим. Вот будете мне сейчас... Напишите мне слово «собака», если у вас получится. Вот я вам говорю сейчас слово «собака». И у вас сразу же из глубины подсознания возникает образ собаки. Напишите «собака» в чате, если у вас возник этот образ. Собака. Сразу же раз, и перед глазами собака. Не важно какая, главное, что собака, да? Какую вы там себе представляете. А если я скажу «черная собака», всё, я произнесла, у вас пулей появляется образ именно чёрной собаки. Вот ту, которая у вас есть, вы её раз и окрасили. Так вот, из глубины вашего подсознания всплывают чёткие образы. Потому что каждое слово – это прежде всего ассоциация, это картинка, это пережитые эмоции. Когда-то нами. Помните, я говорила, что слово может стать якорем, то есть зародить нейронную связь, которая потом либо будет мешать, либо наоборот будет вас двигать по жизни. Так вот, тот или другой образ – это не просто картинка, это не просто воспоминания. Каждый образ из прошлого несёт в себе мощный, позитивный или наоборот негативный заряд энергии. Вот я вам сейчас расскажу про некоторые образы русского языка. На самом деле, я эту тему затронула буквально недавно. И в чате у нас я тоже писала с предысторией, то есть даже не с предысторией, а с той позиции изучения буквицы, какие слова, что означают. Так вот, почему нельзя говорить людям «вы»? Вы знаете, у меня была «вы» не в плане множества людей. Вот я сейчас к вам обращаюсь на «вы», но к каждому из вас отдельно я буду обращаться на «ты». Так вот, почему нельзя человеку говорить «вы»? Буквально ещё год назад у меня было такое мнение, что к человеку нужно наоборот обращаться на «вы», потому что у человека есть душа, есть физическое тело. И обращаясь к нему на «вы», якобы я обращаюсь и сразу к двум объектам, то есть и к телу, и к душе. На самом деле всё не так. На самом деле это опять-таки немножко перевёрнутое мнение, потому что согласно нашим предкам, точнее алфавиту наших предков буквицы, слог «вы» имеет образ, означает «тьму» или число «десять тысяч». То есть, когда мы говорим «иду на «вы», то есть «иду на тьму» или «иду один против десяти тысяч», то есть против такой орды. И здесь я привела вам вот те самые слова, которые мы используем в обиходе. Выключатель – это ключ от тьмы. То есть вы подошли, включили свет, получилось, что вы зажгли свет. Ключ от тьмы. Выбор – борьба тьмы. Выход – ход в тьму. Выбить – бить тьму. Вернуть – вывернуть – вернуть тьму. Выжечь – жечь тьму. Вызов – зов тьмы. Выдержать – держать тьму. Выиграть – играть с тьмой. Выявить – явить тьму. И так далее. Таких слов у нас очень много. Я не говорю о том, что их не нужно применять. Просто эти слова мы используем в повседневной жизни. Где-то, когда-то каждая буква, каждый слог, каждое произнесённое слово, несущее вибрацию, имея определённый характер, мы применяли, наши предки применяли, не то чтобы с настороженностью. Наши предки, у них не было такой речи быстро, например, как сейчас у меня. Была медленная, расторопная речь, спокойная, продумывающая каждое слово, которое было сказано человеку. Эти слова мы применяем сейчас как повседневность. Но всё равно было бы неплохо, если бы вы знали значения. Даже тех же букв, даже тех же слогов, которые вы применяете в своей речи. Когда мы говорим «вы», когда мы обращаемся к человеку на «вы», мы посылаем на него, по сути, тьму. То есть в его биополе. И биополе нам отвечает тем же самым. Вот заметьте, когда вы встречаетесь с человеком, вот эта вот неловкость, когда вы разговариваете, допустим, «вы там Анна Александровна», или «вы там Марья Ивановна». То есть вы тем самым ставите некую границу. Почему? И человек немножко закрывается от вас, потому что, говоря «вы», вы как бы посылаете тьму. И вот эта вот биополе, вот эта вот аура вокруг человека, она отвечает вам тем же самым. То есть она выстраивает защитную стену. Поэтому, когда переходите на «ты», с человеком разговаривать, вот эта стена рухается, и вроде начинают выстраиваться доверительные отношения. Если, конечно, вы хотите отстраниться от человека, создать дистанцию, тогда просто говорите ему на «вы». Если же человек сам настаивает, вот вы говорите, давай перейдём на «ты», он говорит, да нет, давай лучше будем субординацию соблюдать и будем на «вы» говорить. Вот. То есть вы можете ему, конечно, объяснить, что означает вот этот слог «вы». И вообще, в принципе, вы знаете, что на Руси на «вы» раньше врагов называли. И можете даже человеку задать такой вопрос, а мы с тобой вообще враги? Нет, мы с тобой не враги. Поэтому я считаю тебя хорошим человеком, ты считаешь меня хорошим человеком, поэтому давай говорить с тобой на «ты». Вот. Даже было такое выражение. К царю и к Богу на «ты» обращаешься. Так вот, что такое «ты»? Что означает вроде бы вот этот вот привычный нам слог? Как говорит буквица наша, опять-таки, один из образов слога «ты» – это свет. Вот смотрите. Цветы. Цель – ведать свет. Тыква. Свет объёмный выдаёт. Тыл. Свет людской. Стыд. Слово света доброе. Понимаете, как всё интересно? А сейчас хотелось бы вам дать одно магическое заклинание. Напишите в чате слово «хочу», если вы хотите узнать одно из магических заклинаний, в котором, в принципе, вы его знаете, но вы им очень-очень редко пользуетесь. Это русское заклинание. И знаете, как оно звучит? Оно звучит... Ух ты! Вот специально вам поставила такой позитивный слайд. Звучит оно «ух ты!» Произносится без образа, то есть оно ничего не даёт, но оно несёт действительно очень высокий смысл. Ты – это свет, как мы уже разобрались с вами. Буква «у» имеет образ такой, как зов, призыв, послание. Буква «х» – буква «х» – по-другому она в буквице означается, как «херь». Я думаю, что вы такое слово слышали, но почему-то думали наверняка, что оно какое-то матерное. На самом деле «херь» – это образ гармонии и равновесие. Значение. То есть буква «х» имеет образ гармония и равновесие. Получается «ух ты!» – это призыв гармонии и света. Когда нужно говорить «ух ты!»? Прежде всего, замените бранные слова. Вот хочется вам матом поругаться или какое-то бранное слово сказать. Бранные слова для поля брани. Они дают энергию, а если регулярно брониться, то вот эта энергия, она уходит в никуда. И в нужный момент, когда вам нужно решить какую-то проблему, у вас этой энергии просто не будет. То есть когда человек бронится, он выплёскивает, выплёскивает из себя эту энергию в разные стороны. А когда ему что-то нужно, ну нету энергии. Чего это я там себя плохо чувствую сегодня? Так вот, вспомните такое прекрасное выражение. И сейчас мне поставьте пятёрочки. Вот «ничего себе» и «нихера себе», как мы считаем, бранное слово. А вот это вот слово «бранное», оно как раз-таки пошло оттуда, от нашей истории, от наших предков. Поставьте пятёрочки, кто хотя бы один раз в день произносит вот это выражение. «Ничего себе!» Ну или как по-матерному «нихера себе!» Пишите, 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 не стесняйтесь. Так. А теперь просто посмотрите сейчас на это слово «сочетание». Просто осознанно посмотрите на это слово «сочетание». Выражение «ничего себе». То есть «себе ничего», понимаете? И на самом деле, когда мы произносим, даже с восхищением. А что у нас будет? Да ничего у нас не будет. Как я уже сказала, слово «хе» – это буква «хе». А «хе» у нас ассоциируется и несёт в себе смысл гармония и равновесие. И когда мы говорим «нихера себе», то есть ни гармонии, ни равновесия себе – это прямой перевод вот этого выражения. Поэтому хотите вы ругнуться бранным словом или хотите вы чем-то восхититься, замените вот эти два выражения на выражение «ух ты». Говорите «ух ты», зовите гармонию света. Да, особенно Айрис, заклинательница наша. Это действительно очень мощные. Вот то же самое, когда мы начинаем изучать, например, руническую магию. В принципе, что такое руна? Это тоже своеобразный язык. Даже не своеобразный, это скандинавский язык, это древний язык. И каждая руна, то есть каждая буква имеет свою силу. Это магия. А кто сказал, что буквица та же самая? Язык наших предков, алфавит наших предков не имеет такую же силу. Да ещё какую имеет. Если захотите, я вам в чат обязательно скину эту буквицу. Вы просто на неё посмотрите, почитайте переводы каждого. Да, руна гармонии. Опять-таки. Поэтому говорим теперь всегда ух ты, призываем свет, гармонию, зовём её, призываем в свою жизнь. И меняем, стараемся менять, стараемся думать осмысленно, как мы будем с вами применять нашу речь. Есть ещё такой очень интересный момент по поводу слова «нет». Вот знаете что, попробуйте прожить один день, заменяя слово «нет» на какую-то более длинную фразу. Ну, то есть, например, я, когда к вам кто-то подходит и говорит «пойдём со мной туда-то», вы говорите обычно «нет, не пойду», да, замените вот это вот «нет» на «не пойду» на что-то другое. Например, ну, я бы пошёл, если бы вот так и вот так. Знаете, как будет интересно? Это тоже некая своеобразная такая игра. Во-первых, ваша речь станет немного медленнее, но она будет более осознанной, и вы увидите поведение тех людей, которые как-то на вас реагируют, как они будут меняться. Люди становятся немножко светлее, люди начинают вас более сильнее понимать, люди начинают понимать вообще, чего вы хотите. Потому что слово «нет» оно, в принципе, ну, сразу обрубает всё, отрезает и всё, без пояснений. И человек начинает злиться, додумывать, догадывать, ещё что-то делать, да, но никак не понимая вас. Вот такую маленькую, но я думаю, что интересную информацию я вам хотела донести. Сейчас я передам слово нашей любимой Евгении. И я думаю, что то, что расскажет она вам, вас, ну, не то чтобы в шок повергнет. Ну, в общем, эта информация будет, ух ты! Всем добрый вечер! Как меня слышно? Поставьте плюсики. Хорошо, молодцы! Как настроение, напишите мне. С каким настроением вы сегодня пришли на наши посиделки? Отлично! Замечательно! Ух ты! Хотелось бы лучше! Супер! Молодцы! Ух ты! Здорово! Да, девочки, на самом деле сила слова для нас, для человека, живущего здесь, на планете Земля, очень важна. Ведь при помощи слов мы общаемся друг с другом. У нас пока не развито телепатические какие-то или ясновидение, или яснознание настолько, насколько это было развито по одной из одной теории в прошлом. Поэтому мы общаемся словами. Мы передаем все, что мы чувствуем, словами, эмоциями и, конечно, чувствами. Все это энергетические посылы, чтобы вы понимали. Словом можно как вылечить человека, так и убить человека. И думать ни для кого это уже не секрет. Словом можно сделать оговор, заговор, наслать проклятие или сделать человека счастливым. Вы просто сейчас отключитесь от целого мира и послушайте, что я вам говорю. Словом в каждом слове заложен не только смысловой ряд, но еще и вибрации, которые могут человека как поднять, вылечить, так и убить. И это очень важно. Почему мы говорим, что все наши мысли материальны? Потому что это уже доказали ученые, потому что это уже знаем мы сами, потому что с этим мы уже не раз столкнулись. Вот так же и наше слово. То есть сначала зарождается мысль, потом оно переходит в слово. Это некие вибрации, которые идут из человека. Это энергетический посыл. Но люди, то есть мы с вами, когда учились в школе, нас этому не обучали. Нас учили правильно говорить, правильно писать. Но никогда не было сказано нам, что означает каждое слово. То есть да, где-то мы самостоятельно чему-то обучались. Но насколько важно правильно говорить, неправильно произносить даже слова, неправильно ставить запятые. А именно, что заложено в каждом слове. Нас этому не обучали. И вот сейчас на протяжении уже много десятилетий и ученые, и есть и специальные такие люди, которые занимаются и азбукой, азбуки ведают. И нам с Наташей стало очень интересно на самом деле вообще, что было самое первое. Я вам расскажу такой секрет, ну не секрет, свою историю. Как я вообще познакомилась с рунами. Знаете, вот как раз именно тогда, в тот момент, много лет назад, у меня возникло такое желание понять, что же было самое первое. Мысль или слово. И если это были слова, то какие слова? То есть я старалась уйти туда, в глубину и понять, откуда начинать мне строить свою магию. И тогда мне пришли руны. Вот так я первый раз с ними познакомилась. Да, действительно, наши слова, наши мысли, наши поступки, они влияют на всю нашу жизнь. Чтобы поменять свою жизнь, надо поменять не только мысли, но и слова. И это обязательно. Чем больше будет позитивных слов, тем вы сами вибрационно будете подниматься. Чем вы будете позитивнее мыслить, тем вы точно так же будете переходить совершенно в другие вибрации. И по этим другим вибрациям вы будете притягивать, как по зеркалу души, только всё самое лучшее. Давайте сегодня ещё поговорим на такую тему, очень важную для всех, наверное, как... Я уже сказала, что слово «можно убить человека». Как вы думаете, какими словами можно убить человека? Или напустить на него нехорошую энергию? Как вы думаете? Ответьте мне на этот вопрос. Жду вашего ответа. Да, конечно, Наташа. Людмила, запись будет, запись будет, да. Да иди ты, да будь ты проклят. Отменяю, отменяю, да. Негативными. Какими именно? Негативных их много. Ну, уна, абара-абара. Но у нас есть испокон веков, и это даже из Библии идёт, вот это проклятие. Ребята, на самом деле, девочки мои любимые, проклятие, то, которое человек посылает другому человеку вслед, и тем более даже не просто вслед, не в спину, а даже в глаза, оно отражается на весь, на всю нашу жизнь и на весь наш род. Если разобрать слова проклятие по буквице, получится. Буква П, покой, подвешенное состояние. Буква Р, речь из речения, О, нечто, К, объёмность, Л, люди, Я, связь, Т, указание. Мягкий знать – это ерь, существующая жизнь. И, долг, Е – это пять элементов жизни. То есть, если всё это перевести, получается, человек, который произносит или мыслит проклятие, становится неким царём, властителем над тем, кого проклинает. Тот становится рабом, отрезанным от своего рода, несёт на себе тяжесть бытия на всех уровнях жизни, на всех уровнях бытия, понимаете? То есть, даже по буквам можно понять, что проклятие в каждом, в каждой расшифровке нашей буквицы заложен смысл. То есть, проклятие – это не просто слова. Если человек сказал «проклинаю», он проклинает не только этого человека, но и действительно проклинает весь его род. Поэтому очень часто, когда люди в горячах проклинают друг друга, не думая о последствиях, у таких людей действительно, даже не важно, просто идёт ссора какая-то, и человек в горячах может сказать, произнести эти слова. Но слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Так же и слова «проклятие». Будьте очень осторожны с этими словами. Никогда не произносите слово «проклятие». Да, никто не говорит, что когда вы проклянёте кого-то, допустим, да, и у того человека всё будет плохо, а у вас будет только хорошо. Да, вы в тонком плане, может быть, и будете над ним царём, но знайте, что рано или поздно по зеркалу души, по-другому в пространстве не бывает, везде есть гармония. «Вас тоже кто-нибудь проклянёт». Проклиная кого-то, подумайте, что это не пустые слова. Вы меняете судьбу человека. Вы делаете его зависящим от вас. Вы влезаете в чужую жизнь. А на это право вам никто не давал. Не вам решать, проклинать человека или не проклинать, ухудшать его жизнь или нет. И очень часто, когда ко мне или к Наташе приходят на консультацию, и мы просматриваем, что да, действительно, на человеке есть некое проклятие, то хочется задать самый главный вопрос. Но не бывает проклятия без того, что вы сами не сделали что-то плохого, без того, что вы не пожелали или где-то даже в мыслях другому человеку тоже плохого. То есть всегда идёт всё по зеркалу души. Думайте правильно, говорите правильно. Если взять в противовес, то это у нас слова благодарности. Это слово «благодарю». Хочется вот прям сегодня разобрать слово «вот это проклятие», чтобы вы никогда даже в мыслях не думали никого проклинать. И простое слово «благодарю» – оно очень важно для нас. Ну, мы сейчас остановимся на проклятии. Сейчас мы сделаем с вами медитацию. После этого мы вернёмся к слову «благодарю». И я вам дам домашнее задание. Это будет сейчас у нас тета-медитация. Мы просто с вами зайдём в тета-медитацию и почистимся от всех проклятий, которые когда-то мы сами запустили и которые были запущены на нас. Мы почистим вот эти вибрации, уберём от себя. Сделайте, прошу вас, это очень осознанно. Проникнись прям в эту медитацию полностью. Воспримите эти каждое слово и прочувствуйте всей своей душой, какую ответственность вы берёте в данный момент за то, что снимаете проклятия не только с себя, но и с вашего рода. И со всех поколений в вашем роду. Неважно, в какой жизни эти проклятия были сделаны, на вас посланы, в этой, в прошлой, или 10 жизней назад. Мы сейчас не будем в это уходить. Призываю вас включить медитацию, поставить мне в чат плюсики, и мы пойдём и проделаем эту практику. Ждём всех. В данный момент ваша задача в этой медитации идти за моим голосом, визуализировать, как визуализируете. Вы будете повторять в этой тетой медитации «За мной каждое слово». Когда я произнесу «Повторяйте за мной», вы повторяете, потому что сегодня всё пространство мы с вами разбираем как раз тему слова, сила слова. И медитацию мы будем делать, и заявлять о себе в пространстве с позиции силы слова. Ждём всех остальных. Так, ждём, девочки, вас. Включайте музыку. Чтобы музыку включить, надо перейти по ссылке, и она у вас включится в следующей вкладке. Что мы вас с вами сейчас делаем? Мы убираем все заклинания, все проклятия, которые были на вас посланы. Мы работаем силой слова. Так, ждём остальных. Так, девочки, ждём, ждём, ждём. Ставьте плюсики. Так, Люба, Света, Наташа. Остальные, девочки, включайте музыку, ставьте плюсики, ждём же вас. Отлично, Ирочка. Наталья, Наталья. Хорошо, девочки. Постарайтесь сосредоточиться на моих словах. После этой тета-медитации я сейчас всех, кто здесь находится, завожу в некий круг и буду вместе с вами вам убирать все проклятия, все запреты, все благословения, которые неправильно были даны, все, тогда поехали. Сядьте удобно, закройте глаза, руки, ноги не скрещены, стопы ног стоят на полу, спина прямая. И сейчас давайте призовём ангелов, наставников, вознесённых мастеров, с кем у вас естественная связь, и давайте создадим намерение и попросим Высший Разум Создателя, Творца в поддержке, чтобы процесс очищения для каждого из нас прошёл самым благостным, самым наилучшим образом, чтобы максимально растворились препятствия, блоки, чтобы ещё больше включилась связь с Творцом, осознанность, ясность и способность проявлять, материализовать благостные события в нашей реальности. Каждое мгновение здесь и сейчас. Хорошо. И сейчас давайте почувствуем и расслабим наше тело. Почувствуйте грудь, плечи, руки, шею, голову. Почувствуйте и расслабьте стопы ног, икры, колени, бёдра, живот. Полностью расслабьте всё ваше тело. И теперь сделайте три глубоких вдоха и выдоха. Хорошо. И сейчас почувствуйте своё сердце. Увидьте, визуализируйте, почувствуйте, как из центра Земли поднимается благостная энергия Матери Земли, как она проходит ваши стопы, заполняет ваши ноги, расслабляя их голени, колени. Энергия поднимается выше, заполняет ваши бёдра, ещё выше, ягодицы, низ живота, расслабляются внутренние органы. Энергия поднимается выше, заполняет вашу грудь, спину. Энергия поднимается и растекается по плечам, расслабляя их. Расслабляются локти, кисти рук, пальцы. Энергия поднимается ещё выше, заполняет шею, расслабляется горло, щёки, подбородок, рот, нос, глаза. Ваши веки становятся тяжёлыми, тяжёлыми. Энергия поднимается выше, ещё выше, расслабляется ваше лоб, корни волос, кожу на голове. Почувствуйте, что каждая клеточка вашего тела заполнена энергией Матери-Земли. Почувствуйте, как энергия поднимается ещё выше, заполняет вашу коронную чакру. И вот энергии уже много. И она выходит из вашей макушки красивым шаром над головой. Обратите внимание, какого цвета шар энергии. И в этом шаре, в шаре нашего сознания мы поднимаемся вверх, выше, выше, выше. Мы уже видим комнату, в которой мы находимся, ещё выше, выше. Мы уже видим здание, в котором мы живём. Но мы поднимаемся всё выше и выше. И уже видим местность, страну, и ещё выше, выше. И мы выходим в открытый космос. и уже видим планету Земля с её лесами и морями. Видим Солнце, Луну, планеты Солнечной системы. Оглянитесь, посмотрите, как прекрасна Вселенная. Но мы поднимаемся всё выше и выше и выходим за пределы Вселенной. проходим область яркого света, проходим слои тусклого пространства, проходим золотой свет и попадаем в желеобразную субстанцию. Она переливается всеми цветами. И вы пробиваете сквозь субстанцию, как сквозь толщи воды. Но вы поднимаетесь всё выше и выше и на выходе вас встречает энергия розового света. Вы проходите его и видите вдали окно жемчужно-белого света. Вы приближаетесь к нему ближе, ещё ближе, ещё ближе и залетаете в это окно. Вы попадаете в жемчужно-белый сверкающий свет. Это энергия безусловной любви. Энергия творца всего сущего. Вы поднимаетесь всё выше и выше, шар света растворяется. Представьте, что вы таете, как мороженое. Вы растворяетесь в энергиях безусловной любви. Теперь почувствуйте, вдруг нет границ. Вы есть во всём и всё есть в вас. Почувствуйте, что вы и есть энергия творца. почувствуйте, насладитесь этим чувством, ощутите это блаженство. Всё есть в вас и вы есть во всём. Это энергия седьмого плана бытия, энергия творца. Знайте, что вы находитесь в пространстве безусловной любви. Знайте, что всё, что происходит в пространстве безусловной любви, происходит только благостным, наилучшим и наивысшим образом, для наивысшего блага каждого из нас и для всех живущих. И прямо сейчас я сделаю повеление твореть всего сущего, когда я отдаю команду очисти всех присутствующих на вебинаре. Это происходит на всех языках, на которые говорили, говорят и будут говорить все предсутствующие здесь сейчас, на всех уровнях убеждений, во всех областях жизни, в каждую клеточку тела, во всех временах и в безвремени, во всех пространствах, наилучшим образом, по полной формуле. И каждый проговорите про себя или вслух, творец всего сущего. Обучи меня чувствам, необходимым для создания изменений, о которых я попросил в моей жизни. Обучи меня создавать время, пространство и возможности для этих изменений. Обучи меня создавать ситуации для активации новых чувств, которым я обучился. И сейчас повторяйте за мной. Творец всего сущего. Посчитай выполненными и устраненными во всех временах, во всех измерениях, все проклятия, обеты, соглашения, зароки, благословения, обязательства, приказы, запреты, проклятия и прочие формы соглашений или программ, которые оказывают или имеют значение, приняты на сознательном подсознательном уровне мной или от моего имени в отношении меня, моего партнера, моих детей, семьи или другого человека, разума или сущностей. Я полностью свободна быть тем, кто я есть на самом деле, отныне и во веки веков. Трансформируй каждое соглашение или программу либо замени их, когда они будут устранены. Убери все замещающие, отменяющие программы, клятвы, трансформируй в гены и загрузи необходимые чувства. Я осознаю, что все уже исполнено и разрешаю создать и исцелить меня от повреждений, нанесенных мне или кому-нибудь другому этими клятвами, обетами или проклятиями. Да будет так. Это сделано, сделано, сделано. Хорошо. И сейчас просто наблюдайте, что происходит с вами, с вашим телом. Прочувствуйте все ощущения, которые идут. и объявите себя свободным человеком. Я свободный человек. Наблюдаем процесс. процесс. Хорошо. очень хорошо. Повторяйте за мной слова. Мне всегда везет. Прочувствуйте энергию этих слов, этих вибраций. Запустите эти вибрации на уровень подсознания. Увидьте, визуализируйте некое облако, энергию, вибрации этих слов и запустите их в себя на уровень подсознания. У каждого будет своя визуализация. Повторяйте за мной «Сила, удача, богатство, успех всегда со мной». Запускаем эти слова на уровень нашего подсознания. Хорошо. Сейчас наблюдаем, как мы наполняемся энергиями Творца в каждую клеточку тела. Глубинно, многомерно, яркий свет наполняет все органы. Еще больше ощущаем поток милости, любви и выражаем бесконечную благодарность, бесконечную признательность за процесс освобождения, за осознание. Мы четко знаем все установки, которые мы сегодня загрузили, интегрировались, воспринялись на уровне подсознания нами, зная, что Вселенная изобильна, что все богатство, все изобилие есть в каждом из нас и во всем, что есть. И сейчас мысленно пройдите в тело, спуститесь по своим ногам вниз в центр земли, возьмите энергию матери земли, подтяните ее вверх через все слои земли до своих стоп, наполните этой энергией ноги все свое тело еще раз возьмите энергию земли подтяните ее вверх проведите через ноги наполните каждую клеточку своего тела этой энергии и когда вы окажетесь в своей голове сделайте глубокий вдох выдох и каждый в своем темпе каждый в своем ритме возвращается здесь и сейчас можете открыть глазки и напишите мне как вы себя чувствуете и поможем с м в в в в в Как прошла медитация? Прочувствовали вы или не прочувствовали? Прочувствовали вы или не прочувствовали? Людей, у которых действительно наложено проклятие. И это проклятие, иногда проклятие просто медитации, но оно не уберётся. Если оно сделано очень сильным бумагом в вашем роду, то надо идти и обязательно работать с родом. И вы знаете, если есть такие слова, а сейчас мы выяснили, что сила слова – это очень мощная энергия, которая может убить человека, которая может целый род загубить. Поэтому, если кто-то в вашем роду чувствуете, что что-то в вашей жизни происходит не так, что вы бьётесь, 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 но ничего не получается. Первое, с чего надо начинать, это опять с вашего рода. Надо посмотреть, проработать ваш род, надо убрать, прочистить от всех проклятий, которые в вашем роду были, потому что проклинают не только человека, проклинают весь человеческий род, полностью род, в котором человек живёт. Вот это проклятие, оно ложится не только на одну жизнь, можно сказать, на столетия. И вся вот эта негативная энергия проклятия, она передаётся из поколения в поколение. Если человек берёт осознанность в свои руки, да, как я говорю, ответственность, вернее, в свои руки, становится осознанным человеком. И начинает работать со своим родом, чистить свой род, потому что слова сказаны, то жизнь не только самого человека, но и его детей начинает течь совсем в другой реальности. Ну, то есть получается, что человек начинает получать больше благ от пространства. Хорошо, отлично, молодцы, девочки. Итак, ещё раз, если вы почувствовали в этой медитации, что что-то пошло не так, или всё равно тяжесть, или в дальнейшем, в течение двух-три дней вы почувствуете, или у вас будут мысли по этому поводу, что что-то не так, это говорит о том, что надо проработать свой род. Многие девочки у нас уже были на силе рода, да, но всем, кто не был в нашем интенсиве сила рода, предлагаю приобрести его и поработать со своим родом. Отлично, Ирина, отлично, замечательно. Хорошо, девочки, давайте тогда перейдём к следующей нашей теме, это благодарность. Напишите мне, пожалуйста, вы знаете разницу в словах «спасибо» и «благодарю»? Как вы больше всего выражаете свои чувства, когда говорите сейчас «спасибо» или «благодарю»? Как вам больше нравится говорить, как вы привыкли? Как вы думаете, что такое «спасибо», а что такое «благодарю»? Мне вот интересно очень. Молодец, Ирина, благодарю, дарить благо, правильно. А как больше вы говорите «спасибо» или «благодарю», девочки? Благодарю всегда, молодцы, благодарю. Да, действительно. Дорогие девочки мои, в слове «спасибо» в переводе «спасибо» Это, знаете, есть такой у нас учитель очень хороший, который говорит, ну, вы говорите «спасибо», 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 «спасибо». Вы его так надойдите, что он просто на вас уже внимания не будет обращать. Когда вы говорите «благодарю», 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 вы посылаете совершенно другие вибрации. В слове «благодарю» считается, что слово «благодарю» в нём заключены самые сильные вибрации Вот в нашем, в нашей нынешней жизни, чем больше вы будете посылать вот эти вибрации в пространство людям, цветам, не знаю, интернету, нам, всем людям планеты Земля вообще за каждое, не только за хорошие, девочки, даже за то, что вам приходится переживать какой-то опыт, за то, что вам сейчас в жизни где-то в чём-то, допустим, не везёт. Вы всё равно, вот в эту ситуацию, вы сами вибрационно посылаете благо для разрешения этой ситуации. Не важно, что происходит, не важно, как вам сейчас тяжело или вы переживаете какие-то моменты в своей жизни не очень удачные, посылайте в саму ситуацию именно эти вибрации. Вибрации «благодарю». И вы увидите, как ваша жизнь будет меняться, и ваше домашнее задание. Всем начать вести дневник благодарности. Делим дневник пополам, то есть листочек. Расчерчиваем так, чтобы он разделился на две части. С одной стороны, обязательно пишите, за что вы уже благодарны. Запишите туда не только за то, что у вас вызывает позитивные чувства. Поймите, мы пришли сюда пройти не только позитивный опыт, мы пришли сюда вообще, в принципе, пройти опыт. Если бы было всё хорошо и замечательно, нам бы было скучно. И это так. Даже на простом примере, вот я хочу, чтобы вы просто задумались. Какой фильм вы будете смотреть? Тот, который идёт ровно, монотонно. Смотрите вы семейную какую-то мелодраму. Жена, муж любят друг друга. Она пошла на работу. Он пошёл на работу. Ребёнок пошёл в школу. Вы видите, как она поработала монотонно бухгалтером. Он поработал там кем-то ещё, водителем в такси. Она возвращается домой. Он возвращается домой. Посмотрели, как ребёнок выучил уроки. У них подумали, посидели, порешали о семейном бюджете. На следующий день она пошла на работу. Муж пошёл на работу. И на протяжении полтора часа вы наблюдаете эту картину. Она встретилась с подругами. Хорошо у тебя? У меня всё хорошо и у меня всё хорошо. А может быть и не встретилась. Но всё это такое монотонное. Поставьте мне в чате пятёрочки, кто будет смотреть такую мелодраму. Вот честно, признайтесь. Вот именно, девочки, фи, скучно, нудно. Но давайте подольём масло в огонь. Кто будет смотреть мелодраму, где есть эмоции? Допустим, разбираем семейную ситуацию. Неважно, мы сейчас не будем говорить, плохо это или хорошо. Вы будете вкладывать в фильм какие-то эмоции. Что-то произошло у него на работе. Там у друга заболел, допустим. Нет, не заболел. Что-то произошло, не будем ничего говорить. Что-то происходит. И это вызывает у вас уже, а, что там дальше? Ага, а то, а то, а то. Ой, ну как же она выкрутится с этой ситуацией? Ну это мелодрамы, мы все их любим. Когда есть интересный момент, когда у нас включаются, не важно какие эмоции, негативные или позитивные, когда нет монотонности, когда нас кидает, когда мы как на американских горках. Ведь все фильмы для просмотра, чтобы набрать количество просмотров, это обязательно фильм смотрится, чтобы в этом фильме были американские горки, чтобы он держал сюжет, чтобы сюжет нас прям завораживал, чтобы мы постоянно были, а что дальше, а как будет развиваться ситуация. Вот и представьте, что наша с вами жизнь – это фильм. И монотонности не будет. Тем, кто за нами наблюдает или нашему пространству и Богу, совершенно неинтересно смотреть монотонность нашей жизни. Ему скучно. Вот если вы просто задумаетесь на эту тему, вы поймете, что все, что мы здесь переживаем, это некий фильм, который мы сами, сами себе, будучи там где-то, запрограммировали. И за все наши действия несём ответственность только мы сами. Мы сами сценаристы и режиссёры своей жизни. Так благодарите себя, своё высшее «я», пространство, за хорошее и за плохое, что вы живёте, как на американских горках, что если вы вдруг захотите написать сценарий своей жизни и поставить по нём фильм, «это будет интересно, это не будет монотонная жизнь». Вот к чему я вам сейчас это говорю. Улыбнитесь, скажите, «Ну да, интересно было посмотреть со стороны-то. Меня то туда, то туда кидает». Есть такие моменты, которые очень щепетильные, и как я их решала. И вспомните, как вы моменты все эти решаете. И всегда, если вы находитесь в точке здесь и сейчас, у каждого из нас были моменты падения, когда нам казалось, что мы никуда, мы никак больше не выберемся, что всё, это какая-то точка, дальше всё будет только плохо. Но мы выходили победителями в любой ситуации. И если вы вспомните, да, мы переживали какие-то эмоции, мы плакали или мы смеялись или ещё что-то, но всегда выходили победителями. Так давайте вот за это и благодарить пространство. Благодарить не только за хорошее, а вообще за всё. За то, что вы проснулись, за то, что вы живёте, за то, что вы дышите, за то, что вы радуетесь, за то, что у вас на сегодня есть покушать, за то, что у вас столько событий в жизни происходит. А во второй части благодарите за то, что вы хотели бы иметь в своей жизни. И когда вы начнёте вести дневник благодарности, я говорю это по своему опыту и по опыту наших с Наташей девочек, которые принимали участие во всех наших марафонах, во всех наших курсах. Результат вы увидите, ну, минимум через 21 день. Только не надо просто сидеть и писать вот этот дневник благодарности, лишь бы написать. Постарайтесь в каждый эпизод вникнуть, что конкретно вы пишете. Что когда вы пишете «благодарю», у вас появляется образ, и вы благодарите даже сами себя за что-то, не только себя, но и пространство. Чтобы вы искренне благодарили, а не просто писали. Простые слова не доходят до пространства. Пространство не умеет с нами общаться, оно не понимает наших слов, а оно общается с нами на уровне чувств. Поэтому всем домашнее задание. Начать писать дневник благодарности. Если кто-то понял и поймет сегодня, что вдруг что-то пошло не так, или вдруг вам приснится какой-то сон, или вы просто почувствуете, что вам надо пойти поработать с родом, девочки, обращайтесь. У нас есть курс «Сила рода». Очень серьезный и мощный курс, на котором даны все практики по работе с родом. Итак, на этом сегодня наша встреча подошла к концу. напишите в чате, как вам понравились сегодняшние наши посиделки. Благодарю. Ух ты, здорово. Это очень здорово. Хорошо. Девочки, также пишите темы, которые бы вы хотели затронуть, например, на завтрашний день, на послезавтрашний день. Ну, кому-то что-то же интересно. Вот. Мы каждый день будем вам давать какие-то практики интересные. Ждем от вас позитивные слова завтра в чате. Отлично. Тогда на сегодня все. Еще раз говорю. Девочки, приглашайте всех своих. Вы знаете, вы много об этом слышали. Еще раз объясню. Много об этом слышали. И мы об этом каждый раз говорим. Но бывают такие моменты, когда слова доходят от определенного человека до вас. И это очень важно. Если вы с человеком на одних и тех же вибрациях, вы воспримете информацию действительно в свою душу, в свое сердце, в свое подсознание. И она до вас дойдет. Приглашайте, приходите, пишите тему, которая будет вам интересна. Всем пока-пока. Всем прекрасного вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok